Спортивные новости. Любовь к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом в нашем муниципалитете прививаются с детства, чаще всего именно в семьях. Возрастающая популярность семейных спортивных игр «Стартуем вместе» убедительно это подтверждает. В этих престижных и уже ставших традиционными состязаниях приняли участие 11 семей из различных поселений муниципалитета. На базе детской и юношеской спортшколы «Белая ладья» спорткомплексов «Лидеры» и «Олимпийц» состоялись семейные спортивные игры «Стартуем вместе» в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства Славянского района под девизом «Живым и павшим посвящается». Анастасиевское сельское поселение выставило на соревнования две спортивные семьи, где ребенок, мальчик и девочка. Семья Щербак всерьез дружит со спортом и потому состязания эти им в радость. Конечно, это дает нам, во-первых, поддержание нашей физической формы, во-вторых, мы рады, что нас пригласили второй год подряд участвовать в этих соревнованиях, ну и надеемся все-таки на призовое место в этом году. Легкоатлетические вот эти упражнения, наверное, были одни из самых легких, а вот трудности, наверное, это настольный теннис. Было немножко тяжело, команды все сильные. В одном из лучших спортивных залов Кубани олимпийцы были созданы прекрасные условия для соревнующихся. И настроение у участников было приподнятое. После состязаний по дартсу настало время легкоатлетической эстафеты. Эстафета, в которой участвовали все члены семьи, должна была поставить победную точку в борьбе за лидерство лучших команд. Это потребовало напряжения всех сил. Эстафетная палочка переходила из рук в руки, приближаясь к финишу, вместе с последним соревнующимся. Эстафета была самой зрелищной и вызвала у всех незабываемые эмоции. Затем, после подведения итогов, состоялось награждение призеров и победителей. Лидерами среди семей, где ребенок-мальчик, стала семья Гизеи из славянского городского поселения. На втором месте семья Завгородних из Майевского сельского поселения. На третьем – Митрофановы из прибрежного сельского поселения. Семья Гизеи уверенно победила во всех четырех видах соревнований. В шашках, настольном теннисе, дартсе и легкоатлетической эстафете. Впечатляющий результат. Нужно получать удовольствие от того, что делаешь. Когда ты получаешь удовольствие, можно сказать, не настраиваешься, что обязательно ты там выиграешь первое место. Просто играешься, ревнуешься, и тогда обязательно будет успех. Мы во всех видах сегодня заняли первое место. Мы сами от себя такого не ожидали. Все здорово, спорт, потому что в нашей семье, ну, это основополагающее, наверное, это просто наша жизнь. Мы с детства во всех видах. Сегодня была еще одна спартакяда. Мы там умудрились тоже с мужем и поплавать, и где-то там и стритбол поиграть. Все успели, в общем, сегодня. Победителем соревнований среди семей, где ребенок-девочка, стала семья «Мягкие» из славянского городского поселения. На втором месте семья «Щербак» Анастасиевского сельского поселения. На третьем – Новиковы из Маевского сельского поселения. Я рада, что наша семья победила. Мы всей семьей очень любим спорт. Вся наша семья – баскетболисты. Победить было сложно, но выиграли. В общекомандном зачете третье место у команды Анастасиевского сельского поселения. Второе завоевали спортсмены из Маевского и победила команда славянского городского поселения. Конечно, положительные эмоции у всех, кто взошел на пьедестал почета, а особенно у победителей, были на высоте. Фотография на пьедестале позволит им еще не раз вспомнить радостные моменты этих замечательных соревнований. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».